Ребятушки, всем привет! Я Павел Городницкий и сегодня у нас особый выпуск, потому что идет чемпионат мира, какие-то матчи, какие-то голы, какие-то ассисты, какая-то статистика, но все это абсолютно меркнет перед чем? Перед легендарным российским футболом, потому что вот у нас статистика ютубная, разумеется, на канале Матч ТВ, сколько собирают хайлайты матча чемпионата мира, а вот сколько собирают хайлайты эпической драки в матче Зенит Спартак. Кубок России уже ничего не решавшая фактически игра, но тем не менее кликов просто дохерище, потому что было настоящее Рубилово, возможно, самое мощное, самое эпичное со времен гениальной драки ЦСКА и Сатурна. Сегодня разбираем Махач, Зенит и Спартака, естественно, делаем выводы, делаем далеко идущие выводы, ну а пока что подписываемся на канал, бьем в колокол, ставим лайк и давайте смотреть. Начинаем с самого важного. Кто же спровоцировал эту драку в матче Зенита и Спартака? Сразу скажу, я осмотрел игру Бельгии и Марокко, как настоящий чемпионатомировский лох, но известный в медиафутбольных кругах Артем Рыженко, доктор Амкало, пишет мне в личку в телеграме, ты хотел драку, ты ее получил. Я думаю, у меня что, трансляция отстает, а потом понимаю, что речь о Кубке России, тут же переключаюсь, последние секунды 15, наверное, я застал, естественно, кайфанул, но у меня кулаки не сжимались. Я понимал, что скоро их разнимут, что надо сейчас отматывать трансляцию, у меня там все лагало, короче, меня это бесило, потом я несколько раз все-таки посмотрел именно зачатие драки в матче Зенит и Спартак. На мой взгляд, у этой драки было три катализатора. Первый, конечно же, фол Вильмара Бариуса, потому что идет уже самый конец матча, и Вильмар зачем-то просто начал грубо нарушать правила, сыграл, ну так как-то по ММАшному, получил всего лишь желтую карточку, некоторые профессиональные арбитры считают, что надо было сразу же его удалять, но Маскалев не удалил, и из-за этого разгорелся пожар, потому что вот у нас второй катализатор. Заканчивается матч, Промес и Николсон подходят к Бариусу, начинают толкаться, он что-то им говорит, а это, кстати, очень важно, мы не слышали ничего из речей футболистов, а там, может быть, 30% сути сохранялось. Только вот, Николсон и Промес подходят к Бариусу, его так задевают, он огрызается, дальше Промес хватает дважды Бариуса за горло, и этого, естественно, уже никто простить не мог. И тут самое главное, самый жирный, на мой взгляд, катализатор, это Родригао, потому что, если фол Бариуса, это более-менее футбольная вещь, если вот эти толкания Николсона, если хватание за горло Промеса, это тоже с натяжкой футбольная вещь, то Родригао выступил действительно в стиле праймового Эрика Кантана. В итоге все окончательно сдетонировало после разножек Родригао в стиле кунг-фу, просто тут же пожар, тут же массовая драка, это было уже не остановить, но при этом находятся люди, в основном болельщики Спартака, которые говорят, виноваты только игроки Зенита, именно они там психовали, именно они все спровоцировали, это тоже неправда, там все случилось в комплексе, просто судья не удержал нити игры в своих ручонках. Кстати, вот скриншот голосования из моего Телеграм-канала, я предложил подписчикам определить, кто же виноват в том, что произошло, здесь три варианта, именно игроки, судью мы выносим за скобки, и видите, мнения в основном разделились, то есть какого-то верного варианта, народного варианта, увы, нет. Теперь поговорим о том, что меня удивило в этой драке, но прежде чем мы ее обсудим, естественно, подписывайтесь на канал, это видео без рекламы, вы порадуете меня, если нажмете на кнопочку подписаться и ударите в колокол, тогда вы не пропустите стрим, который будет уже вот-вот, а теперь давайте разбирать тот самый матч. Во-первых, главный шок, и не только для меня, Николсон в ответ на удары ногами от Родригао выписал бразильцу в кабину, причем попал в скулу, и Родригао не упал, знаете, как это обычно бывает, только какое-то минимальное столкновение на поле, сразу же, ой, ой, покажите ему красную, нет, здесь по-мужски Родригао стоял, то есть на самом деле футболисты не такие уж ранимые. Во-вторых, арбитр Маскалев вел себя предельно странно, вместо того, чтобы взять красную карточку и сказать, тебе красный удален, тебе красный удален, ты тоже свободен, он зачем-то как с флажком с ней носился, и это смотрелось крайне комично, многие люди, с которыми я обсуждал весь этот кейс, тоже говорят, что судишка поступил капельку по-клоунски. Третий пункт, разумеется, Александр Соболев выскочил драться конкретно с Вильмаром Бариусом, потому что он до него добежал, один раз его задел, потом Бариус был спиной же к Соболеву, и Александр со спины как раз атаковал Вильмара Бариуса, а потом сказал примерно в интервью, наших бьют, вот я и пошел вписываться, это общая суть, но я ее не изменил. Короче, если он хотел вписываться за своих, он должен был атаковать Родригао, а он почему-то пошел мочить Бариуса, который изначально принимал участие строго в игровом эпизоде, короче, логики в действиях Александра Соболева тупо нет. И характерно, что Роман Павличенко в свое время захейтил Ари именно за атаку со спины, но здесь есть опять же две точки зрения, первая, массовая драка, со спины можно, ничего страшного, кодекс чести позволяет. Вторая точка зрения, никогда, ни при каких обстоятельствах, из-под тяжка сзади атаковать человека нельзя, мне ближе вторая точка зрения, но я не знаю, как переубедить сторонников первой. Четвертый мой тезис, поговорим о зенитовских грехах, Ерохин держал промеса вот так, чтобы промеса били, и конечно, это очень некрасиво, и конечно, сразу же у меня в голове 2005 год, Владислав Родимов обижается на корреспондента Борислава Михаличенко, который написал какой-то там разгромный текст про Родимова, и в потрибунном помещении дружки Владислава Николаевича как раз зажали Михаличенко, а Родимов его лупил, и вот здесь Ерохин был как раз в роли бодигарда как раз Родимова. В общем, это все довольно мрачно, и это все довольно некрасиво. Что еще некрасиво в контексте зенита? Малком выписал промесу, развернулся, убежал и скрылся за охраной, и это по-крысиному, и мы вспоминаем вот такое чудесное видео с героем всей Южной Америки, Азии, да и всего мира хазбиком. Теперь о позитивных участниках этой разборки, питерской, конечно. Гильермо Абаскаль молодец, полез в пекло, вытаскивал игроков, разнимал, растаскивал, ну просто красавец Джикия, тоже вроде бы сохранял адекватность. Кузяев был на всех скринах, но ни в чем зашкварном не замечен. Если еще есть люди, которых вы начали больше уважать после этой драки, пишите в комменты, потому что я уже посмотрел ее раз 7 или 8 или 12, и у меня, честно говоря, замылился глаз. Но каждый раз, когда я смотрел, я поражался, как Наилю Мяров ворвался в кадр. Это же целый комикс, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять божественной картинки. Жаль, что нельзя вставлять видео из-за того, что правообладатели запрещают это делать. А теперь последнее. Кого лично мне больше всего не хватило в этой драке? Ну, конечно, Дани Кругового. По моей информации, у него все в порядке с боксерской техникой. Она поставлена, и, наверное, при желании Даня мог выйти и разбавить вот этот вот поток довольно бездарных, антитехничных и таких дворовых ударов. То есть он бы бил нормальные хуки, и апперкоты, и джебы, а не просто наотмыш, как Родригао, но не умеешь не бить. Короче, Родригао и Соболев с каждой стороны для меня главное разочарование этой драки. Но и многие другие тоже меня расстроили. Нынешнюю разборку питерскую «Зенита» и «Спартака» уже ассоциируют с легендарным побоищем «ЦСКА» и «Сатурна». Я видел обе этих драки, я внимательно исследовал драку «ЦСКА» и «Сатурна». Я могу сказать, в Раменском было эпичнее, как минимум по трем причинам. Во-первых, там совсем не было принципов, и там долго не разнимали. Во-вторых, там били до крови. В-третьих, там 55 секунд отборного махача. Просто мясо. Здесь 42 примерно секунды, и сразу же начали растаскивать, и из-за этого градус был все ниже, ниже, ниже. А вот давайте откроем текст Глебчика Чернявского. Он, опять же, посекундно разбирал драку «ЦСКА» и «Сатурна», и там есть такие тайм-кодики. Вот я вам зачитаю. Например, вот просто строчка. Жедер один против троих, убирает Шембереса и Василия Березуцкого, а затем догоняет и бьет Ерошика. Или еще одна строчка. Появляется фанат и бьет Жедера со спины, но сразу получает в челюху сначала от Монтенегро, а потом от Барихо. Болельщика добивают ногами. То есть из Раменского можно было натурально уползти инвалидом или уехать куда-нибудь там в тюрячку, естественно, в СИЗО, были бы какие-то разборки. Здесь все было более-менее, к сожалению, по-вегански. Более того, я практически уверен, что Анопка и Жедер, ну в прайме, естественно, вдвоем справились бы, например, с половиной состава «Зенита» спокойнейше вообще. Напоследок суперчастый вопрос. Связан ли психоз «Зенитовских легионеров» с упущенными премиальными? Я практически уверен, что да. Вообще им всем было наплевать, с какой строчки выходить в плывку в Кубка России, если там выходят почти все. Путь регионов, регламент толком никто не знает, но это «Спартак» была задача. «Спартак» надо клопнуть 4-0, и вы получаете, ну я думаю, что каждый нарыло примерно 75 или может быть даже 100 тысяч евро, если бы «Спартак» так унизили, так бы разочаровали, скинули бы с первого места. Но этого не случилось. Игроки поняли, блин, мы тут уставались, мы не поехали в отпуск, мы не отпрашивались, и теперь еще и денег не получим. И поэтому, естественно, тоже психовали. Здесь глупо вообще с чем-то спорить. Вообще я не завидую людям, которым придется все это смотреть, покадрово, конечно же, посекундно, смотреть скриншоты, изучать, кто там разнимал, кто наоборот эту драку провоцировал. Потому что решение, я убежден, не устроит никого. Насколько я понимаю, там могут кого-нибудь дисквалифицировать даже на матче РПЛ. Если дисквалифицируют кого-то массово из «Спартака», а это «Газпром» все купил. Если из «Зенита» то же самое будет в бой в Петербурге. В общем, сил тем, кто будет принимать решение. С вами был Павел Городницкий. Подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, ставьте изумрудный лайк, пишите в комменты, что вы думаете по этой драке. Чао!